Добрый день, ребята! Я напоминаю, что нужно подписаться на этот канал, потому что это мотивирует меня еще больше снимать классного контента. И наконец-то когда-нибудь я куда-нибудь доеду, потому что, когда вы смотрите это видео, это меня мотивирует все-таки доехать от места назначения. Вы опять в машине! Добро пожаловать! Дмитрий Трофимов и это мой канал. В смысле, Дмитрий Трофимов это я. Сегодня мы поговорим с вами о букве R, а именно о проблеме, что Дима, что делать, я картавлю. Дима, как убрать это? Дима, есть ли какие-то упражнения, было ли у тебя такое? Или может быть у твоих учеников, когда они тренировались в твоей практике по словесной импровизации, либо базовых наук общения, вот кто-то из них картавил. Помоги, Дима, как решить этот вопрос. И я вам, конечно же, обязательно помогу. Я не выговаривал букву R, ну где-то, может быть, до лет 14-15, я уже точно не помню, до 15 лет точно. И я как-то справлялся, я как-то там пытался спрятаться, не выговаривал определенные слова. То есть я пытался как-то это сгладить, да, я продержался, надо мной никто не смеялся, не издевался, что я не выговаривал букву R, потому что я меньше подбирал слова с буквой R, да. Я выстраивал так предложение, что там просто не было таких слов. Помимо этого, если все-таки где-то мне надо было необходимо сказать букву R, то есть слово с буквой R, то я сглаживал букву, как будто бы я ее сказал, а как будто бы и не сказал. То есть если сказать тихо, то такое ощущение, как будто я сказал букву R. Ну то есть всячески я от этого пытался спрятаться, да, и пытался спрятать свой вот этот недостаток, что я не выговаривал букву R. Это такая маленькая история. И в какой-то момент мне надоело это. Надоело, что я постоянно прячусь, что я подбираю какие-то определенные слова, что мне постоянно надо думать, вот это слово я буду говорить, слово рыба или не буду говорить. И надоело, и я составил себе план упражнений, которые я тренировал всего лишь две недели. Две недели я тренировался, чтобы выговорить букву R. Как я до этого дошел? И сейчас вы будете это записывать. Записывайте прямо сейчас, потому что вам тоже нужно это осознание. Вы поймете, почему именно благодаря этому осознанию вы не будете сдаваться, вы будете продолжать тренировать букву R, и у вас это получится. Смотрите, буква R это язык, который направлен в небо, да. Соответственно, если человек не выговаривает букву R, это значит, что его язык недостаточно развит. В какой-то момент, на каком-то этапе в детстве он не выговаривал эту букву. Скорее всего, он мог это скопировать у своих родителей, либо у бабушки, у дедушки, может быть, кто-то не выговаривал эту букву. Но не суть, а может быть, просто вот так получилось. Не важно. Но важно, что он не выговаривал эту букву, и язык расслабился. Язык недостаточно сильный во время выговаривания этой буквы. Недостаточно затренирован. Потому что дети, когда произносят слова, они тренируются, да, в этот момент, когда они маленькие. Соответственно, вы не затренировали это. И вам нужно тренировать язык. Он должен стать достаточно сильным и правильно размещаться под зубами. Когда вы будете говорить эту букву, поймите это, что это нужно просто затренировать. Это тренировка и ничего более. Это не специфика ваша. Это не ваш там язык. Это не ваше там горло какое-то не такое. Это не ваша какая-то особенность. Если у вас нет физиологических проблем, то вы сможете это затренировать. Окей, как это сделать? Записывайте. Записывайте. Вы уже записываете? Михаил! А, ты выговариваешь, да? Маша, записывай. Первое упражнение. Вы просто рычите. Вам нужно поставить язык. Правильное расположение. Вы также можете в ютубе посмотреть, как правильно нужно расположить язык, чтобы звук «р» звучал. Вы можете это посмотреть, и ваша задача поставить язык. И просто рычать. Язык будет уставать. Отдохните. И потом опять продолжайте рычать. Сколько нужно это делать? Давайте. На начальном этапе достаточно одного подхода в день. Один подход в день. Насколько это возможно, пока язык не устанет? Это на начальном этапе, ну, может быть, один, два, три дня. На следующем этапе вы уже делаете два, три подхода. Потом четыре, пять подходов. И в итоге вы должны выйти на десять подходов в день рычать. Что значит подходы? Это значит, вы рычите, язык устал, вы отдыхаете, язык восстановился, вы продолжаете рычать. Это следующий подход. Следующее упражнение. Вам нужно выписать все слова, которые вы знаете, а можно просто скопировать с компьютера. Все слова на букву Р, все слова. И ваша задача, а после того, как вы затренировали, да, сделали подогрев с помощью вот этого звука, когда вы рычали, вы начинаете эти слова стараться говорить. Вы ставите язык и стараетесь это слово сказать четко с буквой Р, четко, каждое слово проговорить. Устал язык, опять отдыхаете и опять возвращаетесь, пытаетесь опять сказать это слово. Какие-то слова у вас будут получаться, какие-то слова у вас не будут получаться. Не важно, тренируйтесь каждый день и постепенно вы все слова начнете выговаривать. И третье упражнение. Ваша задача те же самые слова, которые вы выговаривали медленно. Вы старались произнести эту букву, это слово громко и медленно. Вот на третьем этапе вам нужно очень быстро проговаривать эти слова. Рыба, руля, там не знаю, ребро, рак, что угодно. И вы прям гоните быстро, 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 чтобы язык у вас включился, чтобы работал быстрее, быстрее, быстрее. Опять же, есть скороговорки на букву Р. Вы можете их тоже выписать и ваша задача их тоже громко и самое главное быстро говорить. Быстро, 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 постоянно. Две недели, ребят, вы можете начать тренировку с 5 минут в день. Можно даже с 2 минут в день. Потом увеличивайте на 5 минут в день. В итоге выйдите на 15-20 минут в день. И этого будет достаточно. И вы в какой-то момент попробуйте, постарайтесь во время общения с людьми проговаривать букву Р. Можно замедлиться, можно эту букву, именно слово говорить чуть медленнее. Ничего страшного, но просто старайтесь уже на каком-то этапе, через 2 недели вы можете стараться во время общения выговаривать эту букву. Постепенно, по чуть-чуть ваш мозг перестроится. Главное не бросать тренировку. 2 недели поделали, естественно, дальше вы тоже будете делать все равно эти упражнения. Может быть не 15 минут, может быть меньше. Но старайтесь во время общения эту букву проговаривать. И этого вам будет достаточно. Напоминаю, есть некоторые рекомендации. Первое. Без пропусков нужно тренироваться. Не должно быть такого, что один день потренировались, три дня не потренировались. Нет, так нельзя. Второе. Ваш язык должен уставать. То есть не должно быть такого, ой, я потренировалась или потренировался всего лишь 10 минут, и мне нормально. Нет, ребят, ваш язык после тренировки должен уставать. Ему должно быть тяжело. То есть нагрузка на язык должна быть. Это обязательно. Третье. Как пройдет 2 недели, вы продолжаете тренироваться дальше. И старайтесь все-таки именно проговаривать слова, когда будете общаться уже в реальном общении. Не сдавайтесь. И мы уже приехали. Я надеюсь, вам эти упражнения помогут. Напоминаю, что нужно подписаться на этот канал. Поставить лайк под этим видео. Написать, Дмитрий, спасибо, я буду это внедрять обязательно. И напоминаю, что у меня есть телеграм-канал. Записывайтесь туда. Потому что там много важной и полезной информации, которые нет на канале YouTube. И я думаю, что вам эта информация тоже понравится. И вей. Пока-пока. На сегодня все. Сегодня мы поговорим с вами о картавости. Как-то сглаживал это, как будто бы буква R есть. Это такой, знаете, сухой звук я пускал. Сухой звук я пускал. Конечно.